Авторство этого блюда приписывали французским поварам для аристократов тогдашней Российской империи в конце XIX века. Киевские рестораторы стали готовить их в 70-е годы. Эта котлета стала модным блюдом в гостиницах «Энтурист» и на званных ужинах в Великобритании и США. В 1912 году, как считал Похлебкин, возник рецепт царских котлет по-киевски. Для приготовления двух котлет по-киевски нам понадобится филе куриные грудки 300-400 грамм, сливочное масло 120 грамм, куриные яйца 2 штуки, панировочные сухари 100 грамм, мука пшеничная 100 грамм, соль 10 грамм, петрушка 20 грамм. Сначала нужно приготовить заготовки из сливочного масла. Зелень нарубите мелко, петрушку или укроп и смешайте с размягченным сливочным маслом. Добавьте соль. Уберите в морозильник в виде продолговатых колбасок. Куриное филе нужно распластать, как книжку, и сделать надрезы. Вырезать сухожилие, но главное не повредить филе, иначе масло при жарке будет вытекать. Далее грудку нужно хорошо отбить, не нарушая структуру мяса. Посолить, поперчить и в центр выложить масло. Завернуть в форме котлеты. Взбейте яйца и насыпьте на тарелку муку из сухарей. Котлету сначала обваляйте в муке, опустите в яйцо и потом в сухари. Обжарьте в масле 7-8 минут. К такой котлете хорошо подавать картофельное пюре и зелёный горошек. Разморозьте зелёный горошек, положите на сковороду, обжарьте на оливковом масле 2-3 минуты. И подавайте в качестве гарнира. Котлеты получаются очень вкусные. Очень сочные, масло вытекает, когда мы её разрезаем пополам. Очень мягкая, вкусная и хрустящая корочка. Приготовьте такую котлету, если вы ни разу её не готовили и не пробовали. И порадуйте своих близких.